Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разворот» в студии Аксана Антоненко. Добрый день, и Вадим Родионов. Звукорежиссер Евгений Копеинов. В гостях у нас сегодня руководитель парламентской фракции Союза Зелёных и Крестьян Аугуст Бригманис. Здравствуйте. Да, добрый день. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь, также пишите видеочате на портале meknews.lv. Давайте начнем с прошедших выборов президента Латвии. Раймонд Вейонис, представитель Зелёной партии, ваш коллега, стал президентом. Для вас этот результат стал неожиданностью? Думаю, что нет, потому что мы шли на этот результат, мы аргументируем свой выбор, что Вейонис лучший кандидат. Это был долгий процесс, поскольку это все было связано непосредственно с нескольким кандидатурами. Это не было то, что только одна кандидатура. Но при таком раскладе всегда мощь, разные результаты ожидать. Но в целом мы были уверены, что мы победим. А что касается взаимоотношений Союза Зелёных и Крестьян и Национального объединения? Потому что, как свидетельствует информация из кулуаров о том, что Нацблок срывал даже заседание Коалиционного совета после того, как прошли четыре тура голосования, что происходило? Ну, я вам скажу так, если проигрываешь, тогда нужно тоже проигрывать с честью. Поскольку мы всегда оцениваем своих коллег и противникам, потому что в политике есть противники, есть друзья по коалиции, но так, чтобы была какая-то особая твердая дружба, это, конечно, нет. То есть, есть интересы? Все есть, да, мы конкуренты, и просто такое есть. И, понимаете, можно понять то, что есть у какого-то партии свой кандидат. Это понятно, но они поддерживают эту кандидатуру. Все туры прошли, Левиц проиграл. Тем более он сейчас пришел, даже у нас до этого фракции, сказал то, что если останется Вейонис один, он будет идти с фракцией Национального объединения и сказать, ну, все, отдайте голоса за Раймундс Вейнс, поскольку он уважаемый человек. То есть, они это обещали? Обещал Левиц. Левиц. Обещал Левиц. Ну, а что получилось, когда был этот тур, когда Левиц выпал из борьбы, да, он сделал это прямое такое, ну, заявление, заявление, ну, там, что интервью с ним, и там многие такие вещи даже было сказано, я так послушал, что так, что вроде вот, единственное, не станете вы как-то пособничать там зеленым крестьянам, просто вы тогда, ну, как-то подъехали. Тухлест будете, да, тем духом, да, как сказать. Ну, и, конечно, что переменилось, возможно, у них ситуация внутри Национального объединения, что почему, почему бы вроде бы так, ну, поддержать Вейониса, поскольку Левиц сказал однозначно, что он еще, если не будет избран Вейонисом, пойдет на следующий круг, да, ну, и они так решили, что они будут поддержать и все это. Но я скажу так, что это не было бы так, что однозначно все проголосовали из Национального объединения против Вейониса. Ну, я знаю конкретных людей, которые все-таки, ну, хочется верить им, что они все-таки проголосовали. И сколько этих людей? Ну, где-то два-три. Так два или три? Ну, это большая разница. Это те люди, которые прозвучали публично? Какие? Ну, например, господин Креслиндж. Может быть. То есть господин Креслиндж входит? Ну, я же ее обещал. Я, как и другие партии, я никому не спрашивал, чтобы он фотографировал свои билеты. Я не показал кому-то. Даже мне это не сделай. Так что, ну, возможно, он так сделал. А вот вы говорите, что в политике нет друзей и врагов, есть свои интересы. В чем интересы тех 13 депутатов, которые голосовали за Вейонис? Эти 13 человек помимо единства и помимо союза. Да. Знаете, понимаете так. В принципе, нужно как-то всю эту атмосферу внутри быть. Этот день был довольно длинный. Восемь с половиной часов. Довольно такой измотанный график. Ну, знаете, бюджеты иногда дольше принимают. Бюджеты дальше-дольше. И нужно понять так. Создал ли зеленый крестьян у себя врагов? Ну, таких врагов, которые бы сказали так никогда и ни почем не так. То есть эти восемь часов имеют? Да. Ну, не вообще. В целом. Ну, таких людей, конечно, нет у нас в коллегам в парламенте. И в целом кандидатура Вейониса была во всех фракциях принята. Ну, сравнительно, положительно. Ну, конечно, как вы сказали, у каждого есть свои интересы. Я думаю, что просто человек, который просто не хотел идти еще раз этот путь, да, собраться через две-три недели при тех же кандидатур, опять тот же круг и просто, ну, сказать так. Мы встанем в позу и никогда ничего не получится. Ну, такого нет. Хотите сказать, что депутатам просто была лень еще раз голосовать за эти кандидаты. Ну, я думаю, что он не лень, но просто они, по-моему, посмотрели и думали, а почему бы нет за Вейониса? А с чем он плохой? Ну, просто из-за того, что он не из их партии. Да, но ведь редко в Сейме кто-то что-то для кого-то делает просто так. Обычно происходит обмен. Вы тоже давно в политике, мы тоже давно наблюдаем за этими процессами. Редко, когда депутаты оказывают друг другу бесплатные услуги. Такой альтруизм. Да. Ну, я вам скажу, я ничего никому не предлагал. А кто предлагал? Я думаю, что никто. Потому что, если бы все это так продолжалось, мы с вами сегодня, наверное, тема была другая сегодняшнего разговора. Что будет через неделю? Опять весь народ будет смотреть и слушать, и каждый раз опять то же самое сказать. И зачем мы их избрали? Ну, даже не может президента избрать. Потому что, соответственно, записано, конкретно ясно. Президент избирается парламентом. Ну, я скажу вам так. Так, если так смотреть в целом, эта ситуация все-таки показала, и мне то мнение, которое все мне не меняло, у меня было, я считаю, что президента нужно избирать народом. И тогда я думал, и теперь после этих событий я при этом мне не придерживаюсь. Но голосов, это когда-то поставили на вопрос на осмотрение. Но голосов в парламенте сейчас, я думаю, насчет этого нет просто. А вот сейчас, кстати, журналисты, и не только журналисты, много говорят о том, что если вот среди этих 13 голосов были голоса согласия, вот они ведь наверняка рассчитывают на какие-нибудь, не знаю, льготы, поблажки со стороны государства. Ну, давайте, возможно, мне скажите, что они могут от нас потребовать? Ну, как вы думаете? Что это может быть? Я не знаю, что они могут от нас потребовать, и что мы им можем дать. То есть ничего? Ничего, потому что в целом у нас работа в парламенте, вы сами понимаете, есть ряд вопросов, которые мы с Центром Согласия, ну, с Согласием и так проголосуем. Это не какие-то специальные идеологические вопросы, но есть целый ряд такой вопрос, который просто мы видим нормальные предложения, и почему бы и нет. Есть социальная политика. Есть социальная политика, просто здесь нельзя то, что все, ну, как, ну, оппозиция имеет свою роль, и оппозиция все имеет свою роль. Но у нас нет внутри заявленных христиан, но такое слово, что вот есть первого сорта депутатов, ну, те, которые коалиции, и второго сорта депутатов, которые оппозиции. Это де-юре. Это де-юре. А де-факто это означает то, что то, что все предлагает, ну, Согласием, не все плохо, не все плохо. Есть, конечно, которые подходят к этому вопросу, все, что они предлагают, плохо. Это нацблок, да. Ну, я не знаю, ну, не могу назвать, просто у нас такого нету, просто мы рассматриваем, если эта идеологическая программа не совпадает, мы не поддерживаем. Если это приложение просто, ну, сырьевая бюджет, тоже мы не поддерживаем, но если есть предложение, которое, ну, конкретно ясное, прагматическое, против них не поддержать. Ну, например, в ближайшее время. Ну, это невозможно назвать теперь какие-то конкретные, ну, там... Ну, хотя бы на какую тему? Ну, все равно на какую тему. Ну, все время, знаете-ка, все время, мы как раз поддерживаем все время православные, ну, расчисло. Да, это однозначно. Когда все это было, мы всегда поддержали эту вопрос. Почему бы и нет? По поводу того, что согласие могло бы получить взамен на свои голоса, возможные голоса, если действительно депутаты голосовали за Вейниса, вот самая популярная версия, наверное, не будете спорить, это включение в коалицию. Это то, о чем говорят многие. Ах, раз согласие проголосовало за президента, значит, президент теперь должен будет одобрить коалицию, в которой представлено согласие, в той или иной степени. Вот как считаете, возможен такой вариант? Ну, я думаю, такой сейчас вопрос не находится на Пафельской дня. Есть коалиции, которые имеют 60 лишним голосов. Вчера мы насчет дисциплины внутри коалиции разговаривали все-таки, да. Ну, как же там в дальнейшем быть? Ну, мы понимаем то, что никто не хочет от коалиции выйти. Просто все понимают, что идеологически мы ближе друг к другу, чем с другими партиями. Ну, вопрос и так, но кто на каких-то вопросах хочет себя поднять, веще других, да. То есть, коалиция строится на основе идеологии? Да, и даже на идеологии, потому что есть все-таки программатические установки партии, которые нужно все-таки рассмотреть. А идеологии в данном случае это вопросы какие, например? Ну, те, которые включены в программатических документах, и так же как при действии, да. Ну, вы сами понимаете, если все, я не знаю, сколько там еще памяти кого-то осталось, да, насчет этого голосования, насчет референдума по языку, да. Ну, это все время остается этот вопрос, но остается весь все время этот вопрос, когда СССР имеет этот договор, ну, партия. С Единой Россией. Да, ну, эти все вопросы всегда задают вопросы. То есть, получается, согласие... Кто есть кто? Кто есть кто? Кто есть кто? Получается, согласие никогда не станет своим для коалиции. Ну, как вам сказать, вы задаете, если, ну, вы говорите так, однозначно, я думаю, что всегда есть тема для разговора, но если я вам сейчас скажу или нет, или да, это было бы с моей стороны неправильно, да. Хорошо, скажите, можно. Это вопрос все зависит от самой согласии, как она себе дальше повезет. Может ли согласие теоретически стать своей партией для коалиции, учитывая, что языковой референдум уже прошел, и там ничего не поменяешь? У меня ответа нет. Да, пока будет большинство этих партий, которые образуются, вот, например, ну, чисто этим идеологическим рассказом. Я думаю, что это будет взастренительно. Что касается российского фактора геополитической ситуации, какое влияние, на ваш взгляд, вся эта история оказывает на латвийскую коалицию, на латвийское правительство, а вообще на политический расклад? Ну, конечно, мы не живем, мы не живем в каком-то замкнутом пространстве. Это одно. Никто от нас, нас отсюда не несет на другой конец света. Здесь мы находимся, и исторически Латвия здесь находится, и сосед нам, большой сосед – это Россия. Точно. Были, есть, были. Были, есть и останется. Ну, исходя из всех этих, нужно, наверное, строить свои отношения. Во-первых, это, мы сейчас находимся в Евросоюзе и НАТО, да, есть определенные правила, есть определенные нормы, есть определенные, ну, как вам сказать, принятые решения, которые мы, находясь в этих организациях, и внутри находясь в этих организациях, соблюдаем. И так и есть, и так должно быть, потому что, если ты не будешь соблюдать какие-то конкретные правила, тебе никто не будет слушать и не будет уважать, поскольку ты не будешь считать тебя, ну, каким-то уравновешенным партнером, да. То есть, это по аналогии с Грецией, да, который сейчас идет с вами. Ну, они идут своим, ну, конечно, в Греции по весу и по, ну, величине совсем другой калибр, можем так сказать, это точно нужно принять во внимание, но в связи с Россией это нужно понимать так, что мы должны смотреть, как в дальнейшем развиваться все отношения, как будет отношение развиваться с Украиной, во-первых, да, как будут эти все вопросы касаться, ну, этих конфликтов, которые там находятся, да. И никто, по-моему, без нас в Индии не мог, в общем, сказать, чем это закончится, да. Прервемся на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Абут Бригманис, глава фракции СССР, гость нашей студии сегодня, не переключайте. На Балткоме разворот! Мы продолжаем в эфире программы разворот, в студии Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. В эфире режиссер Евгений Копеин. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь. У нас в гостях сегодня руководитель фракции Союза Зеленых и Крестьян в Сейме, Август Бригманис. Еще раз здравствуйте. Да. Что касается такого околополитической истории, мы затронули частичные отношения с Россией. И последний шпротный скандал вчера заявил о приостановке своей работы предприятия «Колумбия». Более 240 человек будут уволены. Это к вашей партии, наверное, в какой-то степени относится. Как вообще оцениваете все это? Ну, конечно, это плохо. Потому что сейчас этот вопрос мне рассматривает черно-созраждание коалиции, рассмотрели возможность каких-то пособий, которые можно в этой отрасли. Ну, это, наверное, вопрос правительства, вопрос находится на повестке дня. И, скажем так, есть разного рода мнения по этому поводу. Потому что, конечно, есть традиции. Есть, ну, не заставившие людей кушать то, что они не кушают, что традиционно есть. Ну, я смотрел, как китайцы, возможно, на эти шпроты смотрели. Ну, там было такое, что у них не очень, наверное, пришлось по душе эти шпроты. Не сказали слишком много масла. И там, да, они маленькие, что они там, да. Ну, например, конечно, это традиции. Если в бывшем Советском Союзе они знакомы, этот продукт, и есть сбит, и все нормально, да. Но все-таки при этих условиях, в которых мы находимся, ну, все-таки нужно искать новые рынки, да. Нужно искать новые рынки. И то делают и те, которые связаны с молочной отраслью, да, вот Китая, да. И те, которые, ну, с рыбной промышленностью, они тоже должны искать эти новые рынки, да. Будет ли эти шпроты, ну, не знаю, какие там страны, или как, ну, возможно, нужно какой-то новый ассортимент сделать, да. Ну, если не получится, если с Китаем, допустим, не получится, хотя мы, безусловно, желаем удачи нашим производителям, получается, что отрасль вообще придет в упадок? Ну, я такого думаю, что нет, что бизнесмены есть, и бизнесмены есть разное мнение по этому поводу. Они просто будут искать новые выходы. Ну, вопрос твой, как это долго продолжится, как долго этот новый рынок будет освоен, как много этих бюджетических разных будет вопросов там еще. И может, конечно, за это время какое-то, какого-то предприятия просто потерять. Ну, народ не будет ждать, они будут искать в себе другое занятие. Ну, вот глава Колумбии Игорь Крупник обратился к Министерству земледелия и продовольственной ветеринарной службы со словами, что стоит незамедлительно начать переговоры с Россией, чтобы возобновить поставки рыбной продукции в эту страну, как считаете? Необходимо пытаться договориться? Я думаю, что всегда необходимо договориться. Такое мнение всегда, такой человек, компромисс, что нужно искать, где можно найти эти точки сопротивления. Но если эти вопросы как-то все-таки связаны с общей ситуацией, даже политикой, даже всех этих санкций и так далее, ну, сами понимаем, какая есть верхуша этой ситуации, какая есть бракда и что под водой. Да, если под водой есть, можно сказать, это политика и все эти такие санкции и другие проблемы, ну, затрудните отношения с Северо-Союзом и так далее, конечно, сложно будет. Это не было так, что когда раньше, помню, вот в этих временах пошел, взял брюшкий бальзам, поехал в Москву, что-то договорился на каких-то там тем. То есть личные связи уже не работают? Сейчас уже, я думаю, это чисто другие, как сказать, принципы работы. Я читал российскую прессу, и в частности, они, некоторые издания, связывают запрет на поставку рыбной продукции из Латвии с вот этой куклой распятой, похожей на Владимира Путина, что это был такой эмоциональный ответ на эту инсталляцию. Ну, я слышал, есть исходы такие слухи, да, но если они так или не были, да. Уверите? Я думаю, что вряд ли, но я не знаю, что из-за одной такой вещи. Сами мы знаем, что очень много таких, ну, таких вещей происходит в мире. Сам видим, как в других странах там ждут какие-то куклы, каких-то руководителей государств. Я сам эту куклу не поддерживаю. Я думаю, что это было неправильно. Но это мое личное мнение. Почему? Ну, я думаю, что все-таки есть какие-то принципы, нужно соблюдать, да, в целом, да. Но здесь все-таки есть вопросы, которые связаны непосредственно с Россией, Украиной и так далее. Я еще до этого сказал, я никак агрессивно не поддерживаю Украину и так далее. Но здесь есть как-то все-таки очень так подошли к лично к этому вопросу. А политики? Ну, как возле быть и так далее. Ну, просто я не такого склада человек, который такие вещи... Можем критиковать, можем, я не знаю, санкции-то вести и так, но чтобы такое сделать... Но переходить на личность? Ну, даже не на личность, это было, ну, как-то, по-моему, ну, так неправильно. Ну, так, такое мое отношение. А политики, наверное, адекватно восприняли эту куклу? Как Латвия отреагировала? Потому что в МИДе заявили о том, что свобода слова и так далее. То есть, не было какой-то попытки дистанцироваться? Ну, знаете, я насчет этой куклы не хочу больше там распространяться. Ну, я уже свое мнение, как сказал, ну, то, что как отреагировали определенные, как сказать, инстанции, ну, это остается за них. Наш радиослушатель по каналам видеочата спрашивает, а господин Лэнберг не планирует побороться за пост премьер-министра? Ну, опять, это вопрос всегда, это всегда вопрос на повестке дня, пока господин Лэнберг, как сказать, находится активной политикой. Ну, и я от него сейчас, он, хочу еще раз повторить, потому что, возможно, кто-то просто так, возможно, забыл, или нет. Он все время остается и является нашим председателем, ну, то есть... Да, он председателем Латвии и Венспилса, и в том числе, мы не меняем сейчас никакой там вопрос по, кто является нашим кандидатом, ну, премьер-министром. Данное слово, что в ситуации никакие другие, у нас сейчас заседания не были, никакие другие кандидатуры мы не видим, и поэтому не имеет, как сказать, сейчас места говорить о том, что, вроде, там, Рейзница, УАЗ, Дукловс, и так, у нас премьер-кандидат остается Лэнберг. Но пока у нас не планируется такие вещи, что там делать. А вот по поводу стабильности коалиции, и раз уж мы заговорили о потенциально новом премьер-министре, ведь много говорили накануне выборов президента о том, что если президентом вдруг окажется человек от Нацблока или от какой-то другой партии, то придется что-то менять правительство, потому что сейчас, вроде, равновесие, то есть президент СЗК, спикер Сейма, Нацблок, премьер-министр и единство. А тут, получается, что одна из партий, то есть Нацблок, пыталась поставить своего президента, то есть нарушить равновесие. Кому это было выгодно? Можно поправку? Как вы считаете? Я считаю все-таки так, что в данной ситуации президент, который, Раймут Вейонис, восьмого числа станет после Новгорода, является президентом всего народа. Принимет его или не примет, как у него получается, ну, как сказать, разговор с людьми с разными, ну, национальностями, разными, ну, верой, разной верой и так далее. Я затминяюсь вам сказать, но сейчас, вчера вот было заседание правления зеленых христиан, Вейонис написал заявление, что он все выбивает из правления, он останавливает работу зеленой партии, он, по сути дела, ну, ладно, он от нас избран, ну, как все время это было, но он, по сути дела, должен сам по себе дистанцироваться от нас, это сам по себе понятно, стать все-таки президентом, который нужно повисеться. То есть, не партии. Не партии, он должен повисеться всех. Сами помните, когда был Андрес Берсович, ну, есть еще Андрес Берсович, он из нашей объединения избранный, и было, когда вот завтра, ну, это, мы берем позиции зеленые христиане, он не позвал там вот эти партии, завтра, и так далее, и не сказал, кулак на стол, все должны взять зеленые христиане правительства, такого не было, поэтому президент все-таки должен быть. А то, что, например, национальное объединение так настаивало на Левице, там очень ясное, ну, довольно ясное разъяснение такое, да. Они Левице все время говорили. Знаешь, знаете, как говорится, ну, как это восточное поговорить, сколько не говоришь, Халва, ну, тебя спрашивают. Сколько ты не говоришь Левице, да, от этого тебе лучше не ставиться, пока ты все равно его не изберешь, да. Они не могли никуда от этого просто уйти, потому что для тех людей, кого Левице есть и был, ну, как сказать, фаворитом, они ждали, что национальное объединение пойдет до конца. Да, просто, ну... То есть выйдет из коалиции, если, допустим, пойдет на Бабанк. Ну, станет, пойдет на Бабанк. Они просто себе не оставили в пути отступления, да, по этому поводу. И поэтому они, ну, я думаю, не знаю, на что они рассчитывают, что насчет, просто поменяют решение, возможно, мы поменяем решение, там, винул ты бы, да. Но такого нет. Просто они пели и галили. Но ходили и другие слухи в день выбора, например, о том, что СЗК может выйти из коалиции, если не выберут Левица. Почему? Такой вариант не рассматривали. Нет. А почему нет? Такого даже в основе мне приснился такой вариант. Если мы не выиграли бы, ну, в этом туре мы выиграли на следующем туре. То есть вы были уверены в победе? Ну, всегда, наверное, радиус слушатель на время назовет меня самоуверенным, да. Я не хочу таким показаться. Я просто хочу сказать точно, что если ты идешь на политику, если ты идешь, ну, на борьбу за какой-то пост и так далее, если ты оставишь какие-то свои интересы, ты должен идти не из пораженцев, ну, пораженцев. То есть главная непобеда, а участие, это не для политики. Нет, победа, победа, это точно важно. Но ты не можешь идти так, ну, все обречены, мы побеждены, такое не может быть. Ты должен думать, что ты победишь. Все сделаешь, но если не победишь, ну, ты себе оставил бы себе внутри такое. То есть я хотя бы попробовал. Я сделал все, что и для своих избирателей, вот такое. Еще один нюанс, который тоже обсуждался довольно часто, говорили о том, что господин Вейнис для союза зеленых и крестьян, он не является компромиссной фигурой, потому что он зеленый. То есть у вас есть некоторая борьба между зелеными и крестьянами. Все-таки неформально, но где-то она проистекает. Говорят, еще есть борьба некоторая между господином Вейнисом и господином Лембергсом. Вот как считаете, все-таки не нарушает это какого-то вашего внутреннего равновесия? Ну, а как голосование показало? Я не знаю. Ну, показало то, что все... Голосование было закрытое. Да, но середина проголосования за Вейнисом. И есть у нас... А вы можете это утверждать насчет СЗК? Да. Откуда вы знаете? Потому что я знаю просто, если я это не знал, я не был бы руководителем фракции. Ваши депутаты фотографировали бюллетени? А почему вы так уверены? Потому что здесь есть, на каких основах держится у нас объединение. Объединение СЗК держится на том, что все мы разные, потому что мы не сошлись в одной партии. Партии зеленых, партии крестьян и так далее, региональные. Все знают о том, что да, можно в каких-то случаях каждый иметь свое мнение. Есть вещи, когда каждый делает так, как он считает. Да, про моряков НАТО, например. Да, ну так, может. Но есть вещи, которые мы знаем. Если мы это не сделаем, мы не победим. То есть команда собиралась, ну собрана, да, она должна играть и выступать, и свое мнение отстаивать. И здесь самое главное, вот где до этого, когда все это было, я лично с каждым разговаривал, ну какой он думает, да. Поэтому при себе оставляю мнение, конечно, что он может мне правду не сказать. Он может пойти там и просто сделать, как он хочет. Никто его не проверит. И это тоже очень хорошо, потому что человек просто не себе никто их не давил, да. Других партий, возможно, будет так. Ты не показываешь бюллетень, ты не проголосуешь так, как решено. Все, с должности комиссии в парламенте долой. На следующий раз ты в список не попадешь. То есть такие репрессии. Ну, есть эти конкретные репрессии, которые... Ты не увешанный человек, поэтому у нас все-таки это... Если ты строишь отношения только на, ну, как сказать, политической плети, да, это одно дело. А если ты... Тогда там скоро или рано распадется эта ситуация. Но если это все-таки ты строишь... Потому что ты можешь почувствовать, если ты... Венеонич не был бы избран, да. Да. И вот с самого начала не шли эти голоса. Это было уже ясно, что просто кто-то из своих это просто не делал. А если все действительно так, то почему... Ну, вот я не помню, на каком именно этапе, но начала обсуждаться кандидатура господина Сескса, мэра Леппо. Уже когда начались дебаты, когда уже стало понятно, что Левец вроде как бы выигрывает на фоне господина Венеониса, представители вашей же партии говорили о том, что в следующем туре мог бы быть господин Сескс с места господина Венеониса. Потому что, сами понимаете, так, человек есть каждый. И первая пресс-конференция Венеониса. Он находится за столом, кругом, все журналисты. И ему задают вопрос. Ну, если проиграешь, ну, пойдешь ли на второй тур или нет. И чисто, я понимаю, так, чисто эмоционально Венеонис так ответил. Да, если меня так, ну, вроде не хочет, ну, так, так я не пойду на второй тур, да. И поэтому эти вопросы... Ну, это был первый такой интервью, когда было, ну, еще мы его избирали, да, на кандидаты, да. А потом появился этот вопрос такой, да, что, возможно, ну, второй кандидат, который с ним боролся в нашей внутренней борьбе, да, может в дальнейшем пойти. Но когда я говорил своим коллегам зеленой партии, да, с господином Лидаксом, он сказал, мы не дадим такого права в Венеонисе уйти с второго тура. Партия ему скажет, должен, должен идти и должен идти на второй тур. Поэтому, по сути дела, одно дело, как ты, ну, сам лично это чувствуешь, и потом какую-то ответственность все-таки несешь перед партией, которая, ну, тебя поддерживает, да. И это, я не знаю, какой бы ответ дал бы по этому поводу, ну, то есть Венеонис, когда это дошло до этого тура, потому что сейчас история не может это сказать, да. Но внутри партии зеленой было такое мнение, что мы не дадим ему уйти с поля боя. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира. Август Бригманис, глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме у нас в гостях сегодня. Как оцениваете первую фразу господина Венеониса с трибуны Сейма после избрания, «Сейчас нужно дёрнуть». Я её поддерживаю. Сейчас для наших людей о сомнении расскажем. Господин Бригманис тоже выпил воды. Пригубил, пригубил. Пригубил, ну да. Довольно много здесь. А как относитесь к тому, что фраза, в общем-то, разлетела, стала крылатой, появились коктейли, мистер Венеонис, появились майки с надписью, надо дёрнуть? Та ли это фраза, которая должна представлять президента страны? Ну, мы, если, ну, слава богу, что я не на этом посту, я никогда не хотел идти на такие посты, да. Я сам, наверное, так не говорил, да, потому что каждая фраза, ну, как-то выдает внутреннюю настрой человека, да, и тем более, ну, на таком ответственном посту. Я видел Венеонис, он вышел, и он был сам собой. Он просто был сам собой. То есть такое естественное состояние? Да, такое он и есть. Такое, я думаю, дай бог его не испортить это. Дай бог, и Берзенча не испортила это, и мне радует, что он его не испортил. Поэтому одно, и это, ну, абсолютно не относится к тому, что Венеонис там что-то пьёт, или как это просто. Ну, он показал, и первая фраза, когда он пришёл, ну, после того, как фракция поблагодарил фракцию, он сказал, я буду такой, как бы я был. Ну, так, он, конечно, знает то, что он будет, ну, как сказать, ну, другой уже его стиль, нужно речь, ну, президент, как мне кажется, но сами должны понять внутренне, будет ли он так сказать, нет. Будет ли он сказать, так, я здесь, а вы там, и между нами вот эта барьера. Он сказал, такого не будет. Просто он, ну, я надеюсь, что он такой и останется, какой, какой я, внутри простой человек, доступный для народа. Вот вчера он был у нас в студии. Бил раньше, да? Говорил о том, что собирается продолжать ходить на рынок, правда, беспокоит его то, что охраны будет многое. Это многих беспокоит, поэтому я никогда тоже не хочу быть ни премьером, ни министром, ничем, ни охрана. То есть именно вот этот факт, да, у вас? Даже, даже не этот, но это очень, очень главное. Потому что это все, вот эта дразня вокруг тебя как-то, ну... Такая публичность, баблупый... Публичность и так хватает. Я вот довольно много хожу на магазине, вот, Альфа-Тар, да. И, кстати, там, меня уже там многие узнают. И, скажем так, мне радует так, что не только латыши, но очень много русских людей подходят, скажут, ну, спасибо. Вот, хорошо, человек избрали. Ну, я с ним побеседую, там, с этими продавцами, какой там цена, как у них там, сколько свежести, продуктов. Очень хорошее, как сказать, общение с народом. Я на рынок не хожу, вот, ну, такой супермаркер, захожу, и там народ подходит им, спрашивает о налогах, о Вейонисе, все. Вот такое дело. Давайте звонок примем, да, у нас много звонков. Здравствуйте. Здравствуйте, говорит, пожалуйста. Сорвался звонок, сразу другой примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад слышать господина Бригманиса. Бригманиса. Бригманиса, извините. Как кандидата на пост министра обороны в Латвии. Нет, вы перепутали. Господин Бригманис на пост министра обороны не претендует. Ну, вы можете задать вопрос. Это руководитель фракции Союза Зеленых и Крестьян. На пост претендует господин Бригманис. А, Бригманис. Да, он будет завтра у нас в студии. Завтра будет. Извините, но тогда я все-таки продолжу свой вопросик. Мнение господина Бригманиса. Впрочем, если завтра, это тоже будет на развороте? Завтра в 8 часов утра, если я не ошибаюсь. Но мы проанонсируем. Обязательно следите за рекламой. Сейчас не могу вам сказать точнее. Ну, я, в общем-то, удовлетворен. Будем говорить победой партии Зеленых и Крестьян. И доволен тем, что именно эта партия победила в политических вопросах выбора довольно ответственных лиц из правительства Латвии. Желаю успеха и дальше этой партии. Спасибо. Спасибо вам. Давайте еще звонок сразу примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Я очень с большим уважением отношусь к господину Бригманису. Но у меня очень много вопросов. И вообще душа болит за Латвию. Вы знаете, когда мы в советское время были, мы подчинялись Москве. Сейчас мы подчиняемся Брюсселю. В основном, в общем-то, не Брюсселю, а Соединенным Штатам Америки. Как она диктует нам свою политику, так мы и делаем. По поводу президента Венниса, я считаю, что не лучший кандидат в президенты. Дело в том, что уже при своем министерстве военных, где он работал, он уже вел такую политику, что вооружаться тут и натовские войска. А зачем это все надо маленькой Латвии? И откуда идет такая политика, что все время Россия на кого-то нападет, Россия на кого-то хочет захватить. Это вообще глупость какая-то. Зачем такая? Пример Грузия. Поднялись первые прибалтийские страны, начали на Россию, что Россия там на Грузию напала. Вышло-то все наоборот. Сейчас этим самолетом, что сбили на Украине. Ведь это ясно, почему Украина не дает всех этих данных, и Соединенные Штаты молчат. Вы знаете, в другой раз слышишь, и душа болит. И я знаю, что даже политики, даже вы, наверное, господин Бригманец, у вас, наверное, на душе совсем другое, но вы открыто не можете сказать то, что у вас есть. Спасибо за вашу такую эмоциональную оценку. Можете открыто сказать, что у вас на душе? Ну, я всем людям, их вопросам, отношусь с большим уважением. Вчера, кстати, у меня была довольно сложная беседа с Пенсионерским профсоюзом по данной теме. Ну, по другой теме. С Силеншим? С Силеншим, да, там целые все это, все правления было, все это. Ну, что можно сказать? Есть, конечно, целый ряд вопросов, которые данная, данная уважаемая женщина затронула. Я думаю, что посмотрим насчет Вейониса, что время покажет. Все-таки это, ну, пока рановато, возможно, большие выводы сделать, да. Конечно, одно дело, как человек оценивает по его работе на поприще Министерства обороны, да. Ну, я с кем-то с ней, ну, тоже не согласен, ну, скажем так, по каким-то вопросам, да. Но, скажем, по Вейонису, посмотрим. Ну, посмотрим так, дадим время человеку. Да, человеку, да, посмотреть, да. Конечно, не всегда мы должны по всем вопросам склониться перед большим государством, все-таки маленькое. Тем я согласен с предыдущим вопросом, да. Но, с другой стороны, мы страна все-таки маленькая. Нужно смотреть, ну, как эта жизнь у нас, чтобы между этими, ну... Группами. Да, между этими камнями просто наше государство и наших людей не смололо. Самое главное, что мы здесь внутри чувствуем себя друг к другу с уважением, несмотря на всех национальностей, на всех, я еще раз повторяю, всех вер. И это у меня самая главная такая задача, чтобы я уважал всех людей, которые здесь, в Латвии, живут. А вот по поводу самостоятельности президента на внешнеполитической арене, тут две концепции существуют. По одной, президент может быть очень активной фигурой, как, к примеру, Варя Кейфрейберга, которую называют звездой внешней политики или международной даже политики. А с другой стороны, сам господин Вейнис говорил о том, что линию внешнеполитическую разрабатывает правительство, утверждает Сейм, а президент просто репрезентует. На ваш взгляд, каким президентом будет Вейнис? Как Варя Кейфрейберга или все-таки репрезентовать? Ну, попросим очень коротко ответить. Да, скажу вам так. Есть ответ для меня? Это вопрос... Черная вышка, скажем, если так. Я не готов ответить на этот вопрос. Я очень надеюсь, что Вейнис будет очень активный по вопросам законодательства. Президент может так дать. Я думаю, что по сравнению с Безеншем, он будет, конечно, все связи развивать во всех сторонах. Он такой все развитый человек. Не радует то, что он все-таки будет очень много уделить внимания внутренним вопросам, потому что все-таки вместе был защитой окружающей среды, если мы помним, да, и хозяйственник. Так что я думаю, что он будет уравновешенным, ну, таком своем мнении и своем деятельности, ну, по всем отраслям. Не будет он как-то, по-моему, взять только одну за основу какую-то линию, да. То есть он будет балансировать? Я думаю, что он будет все попробовать обхватить. Ну, все никогда не обхватишь. Ну, да, объять, не объять. Не объять, но все-таки он будет человек, который будет углубляться, ну, все нужды нашего народа. Спасибо, Аугуст Бригманец, глава парламентской фракции «Союза зеленых и крестьян», был гостем программы «Разворот сегодня». Да, эфир провели Оксана Анатоленко и Вадим Родионов, помогал нам звукорежиссер Евгений Копеев. Всего доброго и до свидания. Всего доброго, спасибо.